Ну что, находимся мы с вами на плато Айпетри у Колозовцов. План у нас непонятный. Это уже второй отрезок моего видео. Первый я поднялась сюда с экскурсии. Теперь хочу проехаться на квадроцветле. Не знаю, сколько это стоит еще. Если дадут мне поснимать и будет возможно снимать, конечно, я сейчас отправлюсь прокатиться. Пока мы осматриваемся. И, конечно, то, что было весной, или в начале лета мы тут были, тут и близко столько людей не было. Здесь сейчас столько машин, что даже на стоянке встать нефть. Сейчас я вам посмотрю. Посмотрите. Вот это все машины. На Зубцы очередь громаднейшая. Кафе пооткрывались. Можно перекусить. А на сад, конечно, мы будем уже спускаться на канатной дороге. Сейчас посмотрим наш план действий. Что у нас будет, почему и как. Ну что, здесь открывается, смотрите, какой замечательный вид на Зубцы Айпетри. На той стороне кто-то весь в желтых касках куда-то поднимаются. Видать, по самому обрыву их ведут. Вообще. На камере вряд ли видно. А, они выходят на подвесной мост. Вот почему. Они ушли в желтых касках. Да, кстати, открыт же подвесной мост и народ туда отправляется. А здесь открывается оболтеньяший вид. На большую Ялту. Посмотрите, это действительно идут люди, это дети. Маленькие дети идут по отвесной скале. Там где-то приседать, где-то наклоняться. Взрослому там будет тяжело-то пройти. Ну, говорят, взрослые ходят. Страшно даже уйти просто. Я бы вот там точно не пошла. С меня хватило вчерашнего похода на Диву. Вот эти маленькие дети идут. Какие они молодцы, ребята. Девчушка впереди идёт, даже не напрягается. Остальные, конечно, сзади помедленнее идут. Но первые два парня с девочкой просто в два часа. Нет, я на такой подвиг не способна. Здесь контраст, наверное, какой-то, по-другому. Находимся мы на платах. Стою сейчас с вами прямо над самым обрывом над Большой Ялтой. Посмотрите, какая красота. И сколько действительно здесь много скал, обрывов. Внизу просто сплошной лес. Сосновый смешанный с лиственным. Мы по нему с вами проехали на Плата. Там, вдалеке, сама Ялта. И за ней виднеется мишка Аюдах. Который несостоявшийся этот вулкан, как называют его, конгломерат. Ну, а мы с вами любуемся этой красотой, которую не каждый может увидеть. Обязательно надо сюда подняться. Посмотреть любым способом. Кому как удобно. Кто на канатке, кто на машине. А кто и пешком. Я все никак пешком не решусь. Где-то вот здесь ниже, там, сосны самолет, как ее называют, у нас начинается корейская тропа. И говорят, что по ней можно спуститься за часа два. Ну, там полтора. Ну, так как я не знаю дороги и не сильно подготовлены. Наверное, часа три у меня это займет времени. Поэтому этот подвиг мы будем совершать по осени. Тогда будет более-менее прохладно. И мы с вами попробуем все-таки пройти по корейской тропе. Она самая короткая. Как водитель нашего экскурсионного автобуса, который в предыдущем ролике сказал, что существует три, четыре тропы. Боткинская, Таракташская, Корейская и Еврейская. Еврейская это самая короткая. Ну, это шутки шутками. Самая короткая это Корейская. С Корейза на Плато и с Плато до Кореиза. С Корейза на Плато и с Плато до Кореиза. Зашли еще до одной смотровой площадки. Видите, какая красота. Видны зубцы, все хребты, сосенки прямо на краю обрыва. Цепляются за камни. Это одна, вдалеке вторая. И сбоку еще одна. И везде вот такие головокружительные, скальные, отвесные обрывы. Они нависают над Ялтой. Посмотрите, действительно красотища. Куда мы с вами только не забрали сегодня. Просто красота. Пытаюсь куда-нибудь пробраться. Это не так-то легко сделать, но ради кадров я ползу. Смотрите, какая здесь высота. Куда бы мне встать. Просто все, как я, народ сюда ходит. Все накатали. Камушки аж как стекло. Вон вагончик поднимается. Вон вагончик поднимается. Посмотрите, отсюда, с этого места открывается, как в расщелине, как будто виден весь склон вот этих зубцов. Представляете, эти зубцы идут от самого низа до самого верха. И на самом верху, как такой хребет дракона, образуют. И это все зубцы Айпетри. Мы с вами спустились намного ниже самих зубцов. В тот раз мы на них поднимались, в этот раз я не знаю. У меня план другой. Ну, посмотрим. Я пока вам показываю все, что тут сейчас есть. Как оно смотрится в теплое время суток. Время года и суток. Сегодня, кстати говоря, здесь на солнце что-то градусов 40 чем-то там показывал. 45 или 46. Там, где ветерок есть, оно не ощущается. Но вот тут сейчас затишек. Мы ниже спустились, конечно, как в парниковой бане находишься. Надо будет посмотреть на видео, если эти испарения идут, то они будут видны, вот эти подходящие потоки. Теплые снизу. И, конечно, качество изображения будет не так уж и хорошо. Но мы все равно любуемся видами. Посмотрите, какая красотень. И, как я сказала, вдалеке лежит в воде мишка, пьет водичку. На него пойдем уж точно по осени. В такое пекло я на него не заберусь. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры делал DimaTorzok Посмотрите, какая здесь стоит очередь И это еще при том не сильно большая очередь Она была вот здесь, где ребята около машины стоят Это уже немножко рассосалась Очередь разошлась, прошла Я могу себе представить, какая здоровая толпища сейчас там На самих зубцах Кто ездит на вот этих вот трансферах Только считается на листу А самые отважные Идут на подвесную тропу, которая идет вдоль скалы Там некоторым в одном месте надо вообще присесть Чтобы пройти выступ каменный Рискованно Но дети маленькие Группа шла, они более-менее юрка прошли Взрослому там тяжело будет приседать Но смотрю здесь Их проинструктировали И повели на тропу Даже взрослые есть Ну, в основном такие Детского возраста ребята Ну, на такой подвесной мусс я уж точно побоюсь выйти А народ отчаянный Смотрите, целыми группами их отправляют туда На эту тропу Она идет, прикрепленная прямо к скале И над обрывом нету поручней Ты идешь, держишься за только железку Которая идет вдоль самой скалы Ну, короче, страшно Я вчера по подвесному мосту-то прошла Ножки, коленки дрожали А тут, наверное, вообще Где-нибудь стряну на полпути Пусть меня выносят, как хотят Ну, шутка, конечно, прошла бы Но я не готова Субтитры сделал DimaTorzok 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 выполнила ещё свою одну мечту покататься на квадрике. Теперь надо ещё научиться ездить самой попробовать. Конечно, ну, это страшновато. Его везти будет самой. Это не велосипед, хочу вам сказать. Утроим в очереди на канатную дорогу. Посмотрите, тут в очереди я не знаю, сколько человек. Это уже человек 40 прошло и тут ещё, наверное, человек 30, а то и 50 стоит. Капец, я не знаю, сколько мы простоим, но уже билеты из Аты и обратной дороги нет. Можно было там поискать с кем-то спуститься, как и поднялись. Ну, уже был план спускаться по канатке, значит, и канатки некоторые из нашей компании на канатке не были, поэтому приходится мне ехать совсем. Всё, поехали в мост. По канатной дороге снова вагончик, как мы забрались. Дорогие друзья, мы вновь рады приветствовать вас на нашей канатной дороге. Мы надеемся, что вы прекрасно провели время, покорили собственные петли и отрыли для тебя одну из знаков и достопримечательностей нашего. Нельзя, нельзя. Просто может, в случае аварийной, может, ребенок не просто сезотмен. В целях вашей безопасности. Сиденье пачкается, да. И вот четыре факта о нём. Факт первый. Строительство канатной дороги на Эльбитре началось в далеком 1967 году. Но инженерные расчеты были произведены в Северном. И реализация проекта была на крайне срыва. Даже вы наградников пожертвовали, да? Угу, да. Не больше денег. Не больше денег. Не больше денег. Достаем, что-то просто. Ну, не сколько денег. Не столько денег, не столько... А ты просто остаяния. Сейчас мы сейчас. Слез. Ну, связь. Это все деньги. Связи, строительство, это все. Главное заинтересовать лесок высшестоящих. Слезка. 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 Слезки на экономике. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Подошло к концу И вообще моё путешествие сегодняшнее подошло к концу Мы получили массу удовольствий Покатались на квадроцикле Спустились сплата на Трансфер на канатной дороге И довольны возвращаемся Домой. Всем пока-пока До новых встреч!